Здравствуйте, дорогие ребята и взрослые! В этом году отметила свой юбилей книга замечательной писательницы и художника Татьяны Александровой «Домовенок Кузька». Повесть сказки исполнилась 50 лет. Сказка «Домовенок Кузька» стала классикой детской литературы и полюбилась миллионам маленьких читателей. Это сказка о девочке Наташи и маленьком забавном лохматом домовенке. Смешные персонажи, невероятные приключения, сказочные баба-яга, русалочка Эки Кимора – все это ждет вас в сказке «Домовенок Кузя», читать или слушать которую любят дети любых возрастов. Непоседливый Кузя за время своих приключений произнесет ни одну замечательную крылатую фразу и научит ни одному новому слову. «Домовенок Кузя» связывает все три части книги в одно целое. С ним происходят всякие необычные приключения. Да и сама книга началась именно с этого образа. К написанию повести-сказки Татьяна Александрова тщательно готовилась, изучала славянские мифы и сказки разных народов, пословицы и поговорки русского народа. Кузьку Татьяна Ивановна придумала, когда была еще студенткой. Сначала он появился в рисунках будущей писательницы. Она училась в Институте кинепотографии, на отделении мультипликации, а хорошо рисовать умела еще с детства. Однако между рисунками и появлением повести прошло немало времени. Татьяна Александровна написала книгу в 1972 году. И только через пять лет, в 1977 году, была напечатана первая история про домовенка Кузю. Книжка прошла почти незамеченной. А после смерти Татьяны Александровой вышел в свет мультфильм «Дом для Кузьки». Первый мультик о домовенке, который прославил Кузю на всю страну. Сценарий к нему написал муж писательницы Виталий Берестов. И домовенок был очень похожим на того, которого нарисовала Татьяна Александрова. Маленький, смешной, в огромных лаптях, с головой похожий на солнышко. А потом вышла и книжка со всеми тремя историями про домовенка. Повесть-сказка Татьяны Александровой «Домовенок Кузька» учит нас, что самая главная ценность в жизни человека – это дружба. Судьба Кузьки, маленького домовенка, как раз и показывает это. Мир, который описывает Татьяна Александрова, держится на законах добра, а потому доброе начало в героях подчеркнуто особо. Автор книги хочет напомнить современным людям, что все вокруг живое и требует бережного к себе отношения. Взрослые часто забывают об этом, и лишь дети, способные разглядеть во всем душу, поверить чудо и принять мир таким, как он есть на самом деле. Именно поэтому увидеть Кузьку дано девочке Наташе, а не взрослым. Именно ей, маленькой девочке Кузька, и доверил свою историю. Сейчас я вам хочу прочитать как раз начало этой книжки. Девочка взяла веник, да так и села на пол, до того испугалась. Под веником кто-то был. Небольшой, лохматый, в красной рубахе, блестит глазами и молчит. Девочка тоже молчит и думает, может, это ежик? А почему он одет и обут, как мальчик? Может, ежик игрушечный? Завели его ключом и ушли. Но ведь заводные игрушки не умеют кашлять и так громко чихать. Будьте здоровы, дежливо сказала девочка. А вам, вас мы ответили из-под веника. Ладно, апчхи, девочка так испугалась, что все мысли сразу выскочили у нее из головы, ни одной не осталось. Звали девочку Наташей. А что было дальше, ребята, вы можете узнать, прочитав замечательную книжку Татьяны Александровой «Домовенок Кузька».